всем доброго дня с вами канал деревенский край сегодня мы расскажем о строительстве погреба с чего мы начинали какие были ошибки допущены и как нам пришлось их исправлять погреб мы начали строить в прошлом году 2017 в конце лета раньше заняться этим просто не было никакой возможности так как год выдался дождливым ну и в итоге мы конечно же не успели сделать то что было необходимо то что планировалось у нас до наступления осенних дождей и морозов и так с чего мы начали строительство погреба ну конечно же с разметки сначала мы довольно долго передумали массу вариантов где разместить погреб участок достаточно большой поэтому то там то там хотелось нам поставить но в итоге все-таки решили что погреб должен быть недалеко от дома поэтому с местом в конце концов мы определились затем выкопали котлован по нужным нам размерам глубиной 80 сантиметров на дно уложили геотекстиль а на него насыпали слой песка речного песка сантиметров 20 толщиной в дальнем углу мы уложили пластиковую трубу для отвода воды если вдруг она здесь будет скапливаться сделали вот такое нехитрое приспособление и утрамбовывали им песок сверху на утрамбованный песок мы уложили слой под бетонки толщиной где-то 6 сантиметров и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так как края осыпались за осень и за весну, сейчас приходится немного расширять размеры погреба. Воду откачивать и будем делать опалубку и затем уже стелить пол. Ну вот, границы нашего погреба мы расширили, чтобы удобнее было делать опалубку. Опалубку мы будем делать из обрезков влагостойкой фанеры. Можно это делать, конечно, из досок, из любого подручного материала. И после того, как сделаем опалубку, будем заливать бетоном пол. Итак, опалубка у нас в процессе возведения. Используем арматуру и фанеру, остатки фанеры влагостойкой, чтобы потом заливать пол. Фанеру мы скрепляем самыми подручными материалами, фанерой. Здесь это не принципиально, как делать. Можно было, конечно, купить металлические пластины с отверстиями. Можно еще что-то придумать, но у нас есть вот такие отходы от фанеры. Поэтому мы решили скреплять ими. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, опалубка готова. Везде по периметру стоит фанера. Следующий этап. Это мы будем застилать дно и бока погреба рубероидом. И затем уже будем заливать бетон. Смотрите наши следующие видеоролики и подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok